Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас уже, по-моему, вторник, 21 ноября. Я приветствую вас вот такой красотой. Скоро Новый год. Мы уже включили диско-лампу. Включаем её по утрам, по вечерам, чтобы немножко себе поднять настроение. Ну, а сейчас я включу свет и расскажу немножко новостей. Поделюсь очень важной информацией, может быть, для кого-то очень важной, особенно для тех, кто имеет животных, кошек, собак. Собак не знаю, но на кошек эта штука влияет очень сильно. Я очень благодарна своей одной подписчице, которая написала мне сообщение, причём комментарии написала под разными видео, что Лена, срочно уберите все вот эти эфирные масла. Видимо, она в ролике увидела вот эту штуку. Это увлажнитель воздуха и он же диффузор. Ну, то есть, если капнуть туда каплю аромамасла, то будет очень вкусный, приятный аромат в доме. И вот здесь у меня прям целый набор аромамасел. Вон они, видите, коробочки стоят. Вот это всё аромамасла. И, видимо, я уж не знаю, не помню, как вас звать, но я очень вам благодарна. И она написала, что вот эти аромамасла очень вредны для кошек. Вот самый главный ценитель моего искусства, да, Монька? Очень любит эти коврики. Вот. Найдите информацию, написала она на ютубе, по поводу вот этих масел для кошек. И я нашла информацию, причём нашла информацию противоречивую. Первая информация мне попалась как раз масла для собак, аромамасла для собак. И там блогер рассказывала о их пользе, какие масла купить и так далее. Потом я нашла информацию действительно о вреде этих масел. Но как-то вот получив вот такую информацию двоякую, думаю, надо спросить у нашего лечащего ветеринарного врача. Как раз я ждала Лёшика, вот в прошлом видео я говорила. И у нас была по плану поездка всех котов отвакцинировать. В общем, там комплексная прививка от чумки, кальцевироза, от бешенства и ещё какая-то болезнь кошачья. В общем, мы собирались всё равно к врачу. Я себе дала заметочку такую, думаю, спрошу у Нади. И вы не поверите, вот это вот арома диффузор стоит у меня. И я два дня, вообще, можно сказать, не просыхая, постоянно он у меня работал. И котики у меня стали все рвать. Представляете? Я сначала это подумала, что сначала начал рвать Кузьма. Он у нас уже такой пожилой котик, ему 9 лет. Я думала, что это у него, ну, как сказать, ну, не с варенья желудка. Он уже старенький, может быть, там что-то с желудком. Причём он рвал два дня подряд. Потом начал рвать Монька. Потом Шпулька, Морозька. Вот только Пуся, по-моему, не рвала. А может быть, и рвала, но я как бы видела уже это. Не понимала, кто это сделал. Короче, я забеспокоилась. Я говорю, Лёшек, наверное, нам нужно поменять корма. Роял-канин мы покупаем, ну, в основном, уже, так скажем, методом тыка. Мы уже поняли, какие корма им нравятся. Вот два вида мы им покупаем. Говорю, наверное, нужно, ну, как бы заменить корма. Поменять немножко на другие. Вот. И потом вот это ваше сообщение. Я тут же прекратила это делать. И стала использовать вот этот увлажнитель. Ну, просто вот как светильничек. Он меняет цвета. Мне очень нравится. Не стала его убирать. Использую как светильник. Вот он сейчас разными цветами начнет гореть. Вот. Но уже не стала наливать туда аромомасла. И все прекратилось, друзья. Коты стали нормально себя чувствовать. Никакой рвоты я больше не наблюдала. А вчера мы ездили, возили всех котов двумя охотками. Ездили к Наде. Отвакцинировали всех их. Вот наша пусечка одноглазик сидит. Да, моя сладкая девочка. И я задала этот вопрос Наде. Говорю, Надя, могут ли коты вот от аромомасел вот этих рвать? Она говорит, да, могут. Они вообще очень чувствительны к запахам. У них очень сильнее рецепторы. Вот эти обоняния намного выше, чем у нас. Чувствительность. И это может быть. И я все поняла. Я все поняла, что все аромомасла теперь мы будем использовать только летом. Где-нибудь на террасе, которую планируем построить. И все. Дома я больше ни аромапалочки не буду жечь, ни аромомасла. У меня тут... Я вообще очень люблю ароматы. У меня здесь вот такая бамбуковая штучка. Из Таиланда. Ой, вы не представляете. Я вот даже не выбрасываю. Вот здесь, кстати, я и аромапалочку жгла в тот день. Видите, она уже вся такая засмаленная, пропитанная вот этими запахами. В общем, мне кажется, и ее надо убрать. Потому что вот даже от этой штуки здесь вот такое поддувало. Когда зажигается палочка вот здесь, чтобы воздух проходил. Она проходит сквозь вот это дерево специальное. Я думаю, что это бамбука. Может быть и нет. Может, я ошибаюсь. Ну, в общем, хорошая штука, но не для котов. Так что, друзья, имейте это в виду. У кого котики, все. Отбой аромомасла. А я ковры набрызгала с гвоздикой. Да еще вам показывала, какой аромат. И все коты у меня стали рыгать. Вот. Это я вам сказала. Теперь хочу еще ответить на очень часто задаваемый вопрос по поводу джута. Меня очень спрашивают и даже пишут, что мы вязали джут. Это невозможно. Он весь сыпется. Его как бы только, ну, где-то использовать на улице. Это непрактично и так далее. Друзья, я не знаю, какой вы джут покупали. И что это вообще. Был ли это вообще джут? Может быть, раньше он был плохого качества. Я вам уже показывала, какой джут я покупаю и где. И мой джут шлифованный. Я так и нахожу его, чтобы была вот эта надпись шлифованный. Вот смотрите. Вот мой ковер. Вот простыня. Этот ковер используется на полную, как плед. Посмотрите. Ну, вот посмотрите. Вы здесь что-нибудь на простыне видите? Ну, вот хоть что-нибудь. Вот я близко-близко показываю. И неужели, если бы что-то сыпалось, я бы стала это дело использовать. Да не в жизнь. Я бы действительно просто тогда бы этот ковер использовала где-то на улице или это в терраске. Ну, ладно. Этот ковер здесь с дополнительной пряжей шелковый. Блеск здесь и махеровая пряжа. Много здесь пряж. Можно, ну, как бы предположить, что вот эта вторая ниточка в смесовке, она обволакивает джутовую пряжу или нить. И поэтому не сыпется. Давайте предположим, что это так. Вот этот ковер, он связан чисто из джута. Это чистая джутовая ниточка. Вот я сейчас... Вы что-нибудь на полу видите? Вот, посмотрите. Давайте я его прям потрясу вот так вот. Вот, потрясу, потрясу. Давайте посмотрим. Хоть что-нибудь просыпалось. Ну, может быть, какой-то вот мусор. Коты ходят в туалет, у них там древесный наполнитель. Вот, может быть, что-то и вот остались какие-то. Ну, джута и мусора, о котором вы пишете очень часто, я, друзья, не вижу. Повторюсь, либо у вас просто некачественный джут, либо это вообще не джут. У моих ковров мусора нет, друзья. Ну, просто нет его. Теперь давайте покажу, что я вчера достала вот эту вот штуру у меня вязалась. Но получилось пока наволочка. Захотелось мне связать не штору, а покрывало. Это лен. Вот эти уголки. И получилась вот такая наволочка. Здесь вот можно вытащить подушку. Вот еще надо эти не попрятала ниточки. Вот. Получились вот такие домики. Домики. И если связать такое покрывало... Кстати, есть мастер-класс. Мастер-класс платный. Кому нужно, называются цветочки на дорожке. Вяжется лентами. Потом эти ленты между собой вот соединяются. И это очень легко вязать. Не сразу набирать 500 петель, а вязать полосками. Это гораздо быстрее и не так утомительно. Вот. Я планирую связать. У меня есть для этого пряжа. Я ее много закупила. Вот она у меня стоит. Здесь ждут вот эти бобинки свой час. И, скорее всего, я, в общем, планирую связать такое покрывало. Вчера перетащили... Так, нельзя сюда. Вчера перетащили мы сюда, в эту комнату, холодильник, который стоял на терраске. Ну, в общем, уже холодно. Чтобы он не испортился, на зиму будет стоять, к сожалению, здесь. Потому что выключить его уже не могу. Уже привыкла, что два холодильника. Конечно, можно было бы хранить на террасе. Ну, какие-то продукты. Но уже привыкла к холодильнику. В общем, будет стоять у нас здесь в зимнее время года. Так что, вот, немножко я поделилась с вами о планах. Представляете, как будет красиво смотреться, если связать вот такое покрывало на вот эту кровать. Это лен. Не очень жесткий лен. Ну, я думаю, что будет очередная красота, красивая. Подушечка очень удобная вот эта. Осталось у меня совсем немножко джута. Я думаю, что на одну половинку подушки хватит. И это будет, ну, типа сидушечки, скорее всего, сделаю вот для этого кресла. Чтобы был уже комплект-комплект. На улице у нас зима-зима. Всю ночь мела метель. Причем не просто снег, а настоящая метель. Алексей Дмитриевич вышел немножко размяться. Чистит дорожки. Может быть, мы и с вами выйдем, посмотрим. Я вам покажу эту девственность чистого снега. Маруська здесь любимое место смотрит. Ой, что они вчера вытворяли наши коты. Особенно Маруся и Шпуля. Я еле-еле запихнула Маруську в переноску. Это было что-то ужасное. Это вообще, это кошка, которая, можно сказать, жила на улице. То ли она думала, что ее выбрасывают, или что. Ну, в общем, было сложно запихнуть. Ну, а я вам сейчас покажу, чем я сейчас занимаюсь. У меня вяжется ламбрекен, или, не знаю, как сказать, занавеска. Но это не будет занавеской на все окно. Сейчас я вам покажу, куда я хочу. Вот здесь, вот если вы помните, была такая штора. Я ее сняла. Я ее шила здесь из того, что было. В общем, здесь были шторы. Из нее я пошила такую же, ну, вот, как сказать, рулонную штору. Это рулонная штора Blackout, называется, привезенная со старой квартиры. А на ней еще висела, ну, такая тканевая штора. Вот я ее убрала. И хочу связать макраме. Если у меня получится, а может быть, даже и под этим роликом, я вам оставлю ссылку на источник, где вот это я все нашла и вяжу по этому мастер-классу. Вернее, не вяжу, а плиту. Вот, конечно, длина нитей будет другой у меня. Я отрезала по три метра, там по шесть метров тридцать сантиметров нить. Вот, и там ошибка в мастер-классе, не девяносто. Вот этих нитей нужно, ой, не восемьдесят, как в мастер-классе, а девяносто. Но, опять же, девяносто это на окно метр двадцать. У меня будет ширина больше. И не знаю, хватит ли мне вот этой вот пряжи. Ну, или буду дозаказывать, или буду самостоятельно покупать на Вайлберис. Из этой же пряжи у меня вяжется кресло. Оно пока, так скажем, приостановлено в работе. Вот, попозже я приступлю, конечно, и к нему. В любом случае, все равно эти нити придется мне покупать. Мань пришла за бобинкой, чтобы вам показать, что за нить. А тут вот такая вот красота. Мань, он очень любит спать вот на этом комоде. Манька, балдеешь, балдеешь. То есть, вот эта вот занавеска будет висеть вот здесь вот, ну, вот здесь вот над этим окном. Очень хорошо подойдет и вот эта вот занавесочка старая. Боже, сколько ей лет? Ей уже лет пятнадцать, наверное. Она в Москве у нас висела. Теперь вот висит здесь, в нашем доме. В общем, уже хорошо просматривается эко-стиль и вот эти вот все мои поделки. Кстати, вот этот узор можно тоже попробовать и в коврике связать. Здесь выпуклые столбики, вот эти рельефные. Можно связать и вот такой коврик. Красиво тоже будет. И вот такая вот поделочка здесь. Это я уже все здесь и делала. Ну, в общем, просматривается. Очень хорошо просматривается эко-стиль. Много вязаных вещей. Много вещей из джута. В общем, я довольна. Как-то сам собой получился этот стиль в нашем доме. Ну, а теперь буквально давайте на несколько минуточек пройдемся уже, можно сказать, по зимнему двору. Вот такая вот, такой чистый-чистый снег. Тут уже намело сугробы. Ой, все белым-бело. Видите, какие сугробы. Здесь пусто, а здесь густо. Это вот такой был ветер. Он и сейчас дует. Не срезала я хризантемы. Здесь вот Лешек все почистил уже. Прям красота. Сейчас выйдем на улицу, посмотрим. О, Алексей Дмитриевич. Алексей Дмитриевич работает. Сколько? Градусов 8, Леш? Ага. Минус 8 у нас. Ох. Да, я на секундочку, на минуточку, вот показать, чем ты занимаешься. Посмотрите, как белым-бело. Какой чистый-чистый снег. И уже вот такие вот кучи снега Алексей Дмитриевич насыпал на греб. Вот так вот выглядит наш дом. Крышу не видно. Крыша вся в снегу. Хацелия, конечно же, уже с горсицей. Еще стоят, но скоро совсем все это упадет. В общем-то, я вот такой вот снег. И у нас пришла зима-зима. И здесь вот во дворе в сугробище. Но хочу сказать, что как же приятно работать. Даже лопаты, когда двор в плиточке. Ой, все, все успели мы в этом году. Теперь можно и белье сушить на улице. Чистенько, хорошо. Здесь вот у меня веревочка протянута. В общем, зимушка-зима пришла. Как же приятно возвратиться, друзья, в теплый, красивый, уютный дом. Особенно это чувствуется, когда заходишь с улицы с мороза. Любимое место сна Шпульки. В общем, пойду вязать дальше свою занавеску Макроме. Может быть, еще что-то придумаю, какой-то проектик. А я с вами прощаюсь. Всех обнимаю. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Мечты сбываются. Пока-пока.